МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. В Тольятти отмечен рост заболеваемости вирусной инфекцией. Напоминаем, что лучшая защита от гриппа – это прививка. Когда старость в радость? Когда ты не один? Расскажем о пансионате для людей почтенного возраста. Если простуда застала вас врасплох или существует высокий риск ее подхватить, то необходимо принять меры экстренной профилактики. Какие? Расскажет клинический фармаколог Анжела Степус. Чтобы сохранить ясный ум, подвижность тела и бодрый дух до самой старости, доктора советуют добавить в свое расписание танцы. Так что хочешь быть здоровым – танцуй. Делай техники, аппаратная косметология на страже молодости и красоты. Александру Стаканову всего 4 года, но его уже можно считать настоящим мужчиной. В процедурном кабинете Саша Геройский выдержал прививку от гриппа и за хорошее поведение получил диплом. За твою смелость, за то, что ты герой, за то, что ты вакцинируешься у нас. Каждый год мы тебе вручаем вот такой красивый диплом за хорошее поведение на приеме у врача. Мама тебе его в рамочку поместит, и ты будешь гордиться тем, что ты сегодня такой молодец и такой смелый. Поздравляю тебя. В поликлинику Сашу привели родители. Мальчик – четвертый ребенок в семье. Мама-педагог регулярно вакцинирует своих детей и убеждена, что именно прививка надежно защищает от болезни. Вот когда начали ставить прививки, дети болеют очень редко. И если они заболевают, то проходит все в легкой форме. Мама Никиты Кочеткова – медицинский работник. От гриппа они прививаются ежегодно всей семьей. Делали прививку от гриппа. Прививаемся каждый год уже с трех лет. Получается, вакцинируемся. Считаем, что это правильное решение. Я считаю, что это нужно, потому что благодаря этому мы реже заболеваем. В Тольяттинскую четвертую поликлинику поступила первая партия вакцины от гриппа. И сейчас активно проходит вакцинация детей от шести месяцев до десяти лет и с десяти до семнадцати лет. У иммунной системы только два пути – либо болезнь, либо прививка. Другого пути нет. Рожденного иммунитета, особенно от гриппа, в принципе, не существует. На сегодняшний день только в четвертой городской поликлинике вакцинировали от гриппа уже более полутора тысяч детей. Причем не только на базе медучреждения, но и на выезде в ближайших детских садах и школах. В настоящий момент те дети, которые уже привиты, показывают очень хорошую переносимость и отсутствие выраженных побочных эффектов. По статистике, хорошую иммунную защиту от возникновения эпидемии дает не менее 70% привитого населения. В Самарский регион уже поступило достаточное количество доз вакцин – Савигрип и Ультрикс-Квадри. Вакцины инактивированные, отечественные, высокоэффективные, имеют высокую степень безопасности и формируют специфический иммунитет против гриппа до 8-10 день после иммунизации. Соответственно, действуют в течение года. Важно понимать, что вакцинировая население против гриппа, мы, медработники, прежде всего спасаем жизни тем, кто может умереть от осложнений. В первую очередь, прививка от гриппа показана людям из группы риска – это воспитанники дошкольных учреждений, школьники, студенты, работники медицинских и образовательных организаций, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями. Как подчеркивают специалисты, прививка может избежать грозных осложнений гриппа. Зачастую жизнь пожилых людей сопровождается болезнями и утратой физических сил. И самая сложная задача, с которой они сталкиваются – это адаптация к новым условиям. К сожалению, при современном темпе жизни близким сложно оказывать пожилым и больным родственникам нужный уход. Совмещать работу с постоянным вниманием к ним очень тяжело, особенно, когда необходима медицинская поддержка. Более 10 лет Толятинский пансионат «Ты не один» оказывает услуги по уходу за пожилыми людьми. Не зря у этого учреждения такое теплое название. Сертифицированный персонал окружает заботой своих постояльцев в режиме 24 на 7. Мы находимся в одном из трех филиалов пансионата «Ты не один». Здесь все устроено с учетом всех потребностей постояльцев. В основном это люди с проблемами опорно-двигательного аппарата, полученных после инсульта или травм. Для них создан отдельный мир, где каждый может найти свое место и чувствовать себя комфортно. Уход в пансионате комплексный. Каждому пожилому человеку свой подход в зависимости от потребностей, заболеваний и особенностей. Постоянное наблюдение за физическим состоянием. В процедурном кабинете измерение давления и температуры. Строгий контроль за современным приемом лекарств. В арсенале пансионата функциональные кровати, инвалидные коляски, ходунки, противопролежные матрасы. Кстати, у пансионата есть добрые друзья, готовые помочь приобретении необходимого медицинского оборудования. Коллектив выражает особую благодарность Юрию Владимировичу Неконорову. Надо отметить, что в уходе за пожилыми и больными немаловажную роль играют гигиенические процедуры. Регулярно в пансионат приезжает подолог и парикмахер. С их помощью бабушки и дедушки с удовольствием приводят себя в порядок. Санитарные комнаты пансионата функциональны и комфортны. Малоподвижные больные с помощью специального оборудования могут регулярно принимать ванны. Персонал внимательно относится ко всем нуждам постояльцев и помогает справляться с любыми сложностями. Уютные номера, сбалансированное питание, подходящее для пожилых людей и круглосуточный социальный уход. В расписании постояльцев пансионата помимо медицинских процедур, ЛФК и физиотерапия, для лежачих больных – противопролежный массаж. Для многих жизнь в пансионате становится настоящим спасением от вынужденной изоляции, в которую они зачастую попадают дома. Имея возможность общаться и заводить друзей, многие люди преклонного возраста обретают здесь второе дыхание и снова чувствуют себя востребованными и молодыми. Благодаря организации досуга постояльцы не скучают и не чувствуют себя покинутыми. Всем здравствуйте! Я Степа Санжела Викторовна, основатель, научный руководитель Международной онлайн-школы «Здоровая нация». Я являюсь, а также основателем и руководителем Центра медицинских инновационных технологий города Тольятти. И сегодня тема у нас очень-очень осенняя – осенние простуды. Что же это за болезни? Часто спрашиваешь, почему ты не пришел на какое-то мероприятие? Я заболел. Чем заболел? Я простудился. Очень странная болезнь, правда, простуда, от которой поднимается температура внезапная, течет из носа, начинается боль в горле, кашель. Очень похоже на вирусные проявления. Давайте с вами разберемся, что же такое простуда и почему у человека так много схожих симптомов с вирусными инфекциями. На самом деле простуда – это когда человек переохлаждается. Днем солнце, еще тепло, выходим более-менее раздеты, вечером возвращаемся, температура уже может быть ноль или минус. Вот этот вот перепад дневных-ночных температур часто очень обманчив. И, конечно же, человек переохлаждается. Что происходит при переохлаждении? Начинают гибнуть иммунные клетки. Чтобы восстановить терморегуляцию в организме, иммунным клеткам приходится защищать организм, и они погибают. При переохлаждении, одним словом, происходит снижение иммунитета. И, конечно же, на сниженный иммунитет человек остается без защиты от внешних воздействий. Сразу же налетает любой мутирующий вирус. Вокруг нас очень много летает вирусов. Сейчас очередная волна ковида, как нам объявил Минздрав России, более 30 мутаций. Поэтому очень много вариантов вокруг человека вдохнуть и начать бороться с каким-то вирусом. Потому что, когда температура кашель, боль в горле, мы видим реакцию иммунитета. Вот что такое простуда. На самом деле, это когда человек, переохладившись, позволил вирусам зайти в свой организм и делать все им там, что хочется. Поэтому первый из советов, конечно же, одевайтесь по погоде. Несмотря на то, что днем жаркое солнце, вечером вы будете возвращаться домой, и, скорее всего, будет уже очень холодно. Очень важно тепло одеваться детям. Не тратьте свои иммунные клетки на переохлаждение. Также еще у меня к вам совет. Не пейте осенью кофе. Кофе сужает сосуды и ухудшает кровоснабжение. Тем самым вы мерзнете еще быстрее. Пейте согревающие чаи. Облепиховые, имбирные, иван-чай. Это поможет вам и согреться, и улучшить состояние иммунитета. Вообще, это, в принципе, вкусно и полезно. Переходите особенно осенью на горячие напитки, травяные чаи. Конечно же, ложитесь пораньше спать. Солнце сейчас раньше садится. И чем раньше вы ложитесь спать, тем лучше отдыхает ваш организм. И я напомню, что иммунные клетки вырабатываются с 10 вечера до 12 ночи, если человек находится в глубокой фазе сна. Если вы приподнялись, иммунные клетки у вас уменьшаются в количестве. И завтра вам будет нечем противостоять и переохлаждению, и налетевших на вас вирусов. Еще поговорим о профилактике простуды. Если вы знаете, что ваш иммунитет не в очень хорошем состоянии, он требует серьезного ремонта, поддержки, коррекции, поддержите его, особенно когда наступило время сезонных вирусов. Конечно же, вы знаете, что я клинический фармаколог, я очень люблю отечественные наши препараты, считаю их самыми лучшими. И именно нашими препаратами по доступной цене вы можете легко спрофилактировать сезонные вирусы. Но первый вирус залетает к нам в нос. И нам нужно поставить барьер в носу. Пожалуйста, виферон-мазь, оксалиновая мазь, чередуйте их между собой. 10 дней виферон-мазь, 10 дней оксалиновая мазь, 10 дней деренат-спрей или капельки для детей. У вас будет хороший местный иммунитет и защита от вирусов. Через нос он к вам уже не залетит. Также вирусы залетают через горло, через рот. Мы тоже можем там поставить хорошую защиту. Лизоцим. По 2 таблеточки 3 раза в день вы создадите мощные иммунитеты против вирусов, микробов и бактерий. Можно добавить имудон, можно их почередовать по 10 дней. Если вы склонны к кашлю и бронхитам, то сделайте такую схему. 10 дней бронхоммунал, 10 дней смиген и повторите 3 цикла. Это поможет сформировать местный иммунитет в органах дыхания. И организму будет легче противостоять пролетающих мимо вам вирусам. И еще мы с вами поговорим про один вид простуды. Высыпание на губах, в носу, у кого-то в глазах. Все говорят, что у меня простуда. Нет, это не простуда. Это ВПГ-1 или герпес-вирус первого типа. Это не пузырьки просто на губах. Это очень серьезное заболевание, которое вызывает обширную энцефалопатию. Это причина болезни Альцгеймера. Это мигренозные тяжелейшие боли. Это выпадение волос. Это нарушение зрения. Это проблемы с тройничным лицевым нервом. Потому что герпес-вирус первого типа поражает сосуды головного мозга прежде всего. Вообще сосуды во всем теле поражение идет. Они воспаляются. Получается вирусный воскулит. Поэтому герпес-вирус первого типа просто мазать ацикловиром, либо пить ацикловир, не дает никакого серьезного эффекта. Его нужно лечить. Сдайте анализы на антитела G. Количественные или полуколичественные. Это кровь из вены методом ИФА. Заодно посмотрите свои другие герпес-вирусы. Кстати, ухудшение зрения, отслоение сетчатки. Это тоже герпес-вирус первого типа. Про него много можно рассказать. Но подробнее о вирусных инфекциях вы можете посмотреть, либо послушать мои семинары в моем телеграм-канале. Подписывайтесь, приходите. И вы будете более глубоко знать ситуацию по вирусным инфекциям. А так профилактируйте. Будьте здоровы. Пускай ваша осень будет красивая и теплая. Когда смотришь на то, как танцуют эти молодые, прекрасные женщины, думаю, что танцами они занимаются профессионально. Так точны и слажены их сложные движения. Но нет, танцы для них лишь увлечение, правда, любимое. Почему танцы? Потому что это очень классная разгрузка психоневрологическая и всех возможных вариантов. Ну и классный заряд настроения к тому же. Танцы для нас это не только физическая нагрузка, но это еще и общение, хорошее настроение и новые знакомства. Заряд энергии огромный. Женский круг, общение. Энергетика здесь бешеная. Это огромное преодоление себя, поэтому да, 100% уверенность. Танцы – это моя душина. Я занимаюсь танцами по любви. То есть масло – это моя любовь. Но главное – танцы – это эффективный лекарь от всех болезней. Танцы относятся к разряду кардионагрузок. Они способствуют укреплению сосудов. Лучше работает сердце у нас, более активно. Все органы и клетки насыщаются кислородом. При этом улучшается двигательная память, дыхательная система развивается. И это очень хороший способ для укрепления здоровья. Танец оказывает на наш организм многостороннее действие. Кроме терапии сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, способствует формированию красивой осанки, что благотворно влияет на позвоночник. Активирует и ускоряет обмен веществ. Способствует снижению избыточного веса. Тренирует мышцы и суставы. Повышает иммунитет, выносливость и работоспособность. Танцевальные упражнения, как ничто другое, улучшают кровоснабжение головного мозга. За счет запоминания сложных движений и связок тренируют и улучшают моторную память. Во время занятий танцами, особенно в отличие от фитнеса, потому что фитнес достаточно статичен, и там очень легко предугадать, что будет дальше в танцах. Бесполезно. Вы не предугадаете. И, соответственно, сразу задействуются несколько областей мозга, которые отвечают за аналитическо-пространственный анализ. Включаются все абсолютно органы восприятия. Это визуальный, зрительный, аудиальный, кинетический, слуховой. Улучшается двигательная память, потому что, когда мы работаем в офисе, у нас идет информация поступает от мозга к телу. И когда мы идем в обычной жизни, пешком ходим, мы даем мозгу импульс, нам нужно идти. Во время танцев идет наоборот движение. Как правило, у людей, которые не занимаются танцами, в этом плане появляются сложности. Это нужно развивать. Это отдельные участки мозга, которые подают информацию снизу вверх. Интересный факт. Профессиональные танцоры в пожилом возрасте не страдают склерозом. Это обусловлено тем, что регулярные занятия танцами способствуют поддержанию нейронных связей. И для того, чтобы сохранить ясный ум до самой старости, доктора советуют добавить в свое расписание танцы. Сто процентов. Потому что мозг постоянно в работе. Когда мы занимаемся одной и той же деятельностью, каждый день выполняем только свою работу, соответственно, вообще организм у нас ленивый. И мозг, соответственно, тоже. Он привык выполнять определенную одну и ту же задачу. Те, кто занимаются танцами, у них постоянно работают все области мозга. Это и пространство, это и мышечная сила, это подача импульсов к правой, к левой ноге, к наклону, еще что-то. Таким образом, наш мозг постоянно находится в активной фазе работы. Никогда не поздно заниматься танцами. Единственное, бывают какие-то медицинские противопоказания. Но, опять же, слава богу, последние годы в нашем городе очень много танцевальных студий, много секций, много танцевальных фитнесов есть. То есть любой человек в любом возрасте может себе подобрать танцевальную нагрузку по своим предпочтениям. Чем старше человек, если особенно он неопытен, ему нужны низкоударные тренировки для начала. Это социальные танцы, бачата, можно пойти на зумбу-фитнес, потому что там все равно пульс выдерживается на определенной волне, он не скачет. Танцы, которые у нас преподают современные, там, конечно, высокоударные тренировки, чуть поинтенсивнее. Но, опять же, приходят к нам люди 50+, то есть в зависимости от человека. Также у нас можно выбрать в городе очень много разноплановых. То есть у нас очень хорошо развиты и парно-социальные танцы, и бачата подобные. Есть танцы на каблуках для развития женственности всяких, high heels. Есть направления, как у нас, это уличные танцы, хип-хоп, dance hall, walk и так далее, и так далее, что учат подростки, что сейчас модно. Поэтому подобрать можно под любой возраст, критерий, запрос, желание. Было бы только желание. Хочешь быть здоровым, танцуй, танцуй. Дорогие друзья, рада сообщить вам, что в нашем центре появился новый аппарат, от ультразвукового смаз-лифтинга. Называется он ультраформер. С помощью воздействия этого аппарата стимулируется выработка нового коллагена и уплотняется уже существующий коллаген. Достигается уменьшение дрявости кожи, уменьшение выраженности складок и морщин, также подъема уголков губ и лифтинга бровей. Мы можем добиться улучшения овала лица, коррекцию крупных складок и морщин на лице. Кроме этого, с помощью аппарата ультраформер можно добиться мягкого липолитического эффекта, что позволяет скорректировать область второго подбородка на лице и других локальных жировых отложений на теле. Процедура полностью неинвазивная. Она происходит без повреждения целостности кожных покровов, она не требует длительной реабилитации, выполняется в любое время года и подходит для любого фототипа кожи. Аппарат сертифицирован, что подтверждает его безопасность и эффективность. Приглашаем вас на новую процедуру с масс-лифтинга в наш Центр эстетической медицины «Шанс». Редактор субтитров А.Семкин